Добрый вечер, дорогие друзья! С праздником всех! С замечательным праздником! Я думаю, наверное, такого подарка, какой нам сегодня сделали наши девчонки-фигуристки и наши мальчишки-хоккеисты на Олимпиаде, наверное, переплюнуть это все сложно, это очень здорово. Мужикам, дай бог, чтобы мы все-таки увидели эти золотые медали. Ну, я так полагаю, наши гвардии летающие оставили на месте, все в сборе полетели. Раз, два, три. Нас сравнивают птицами, постой. Нам просто жить без неба не по вкусу. Мы на земле на временном постой, а птиц мы любим только не по курсу. Мы выпали из людных наставлений, и, может, улыбнемся их листая. В театре пилотажных представлений мы вместе словно маленькая стая и верим, что вернемся, улетая. Вращаем небо мы, в строю застыв, нам разрешают делать все по краю. Голос срыв потока! Это лишь поток срыв. Нам не сорваться, главное, летая. Мы гвардии летающая стая. Каскад фигуры, перегрузки душат, и, в общем, тяжело, но не смертельно. Зато приятный женский голос в уши настойчиво твердит, что все предельно. Пусть даже сму, но мы ждем с небом встречи, ведь в небе все по-честному не врут. Здесь крылья, как друзей надежных, плечи, а в двух руках две ручки рус и рутли. Двигатели голос не сорвут. Вращаем небо мы, в строю застыв, нам разрешают делать все по краю. Срыв потока! Это лишь поток срыв. Нам не сорваться, главное, летая. Мы гвардии летающая стая. Нас в разных странах ждут аэродромы, на полную везде работать будем, а после, как всегда, вернемся к дому. А тех, кто не вернулся, не забудем. Гвардийский полк, навеки наша память, Иван Никитичка же дубом с нами вечно. Дай Бог успеть нам в небе след оставить, ведь летный век до пули скоротечен. И распуска мы крикнем вам, до встречи! Вращаем небо мы, в строю застыв, нам разрешают делать все по краю. Это лишь поток срыв, нам не сорваться, главное, летая. Мы гвардии летающая стая. Гвардейская летающая стая. Гвардейская летающая стая. Спасибо. Я думаю, еще не один раз буду сегодня говорить про этот праздник. Это действительно праздник для многих здесь в зале. Честно, вот думаю, что, наверное, для большинства из мужчин, так же, как и для меня, этот день остался днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. По крайней мере, вот с утра, я уже третий раз телефон заряжаю, потому что он разряжается от поздравлений. И поздравляет именно вот так. И даже молодые ребята, что меня так удивляет, приятно. Столетие, да, Красной Армии, Советской Армии. Мы в ней выросли. Да, сегодня как бы даты определенные, привязаны к Петровским временам. Это тоже правильно. Но у нас, допустим, в Белоруссии даже вот, ну, во-первых, праздник позиционируется как День защитника Отечества и Вооруженных сил Республики Белоруссии и официально идет как Столетие Вооруженных сил Республики Беларусь. Мне как-то в интернете пишут. Ха-ха-ха. У вас же в Беларуси армия, это с 91-го года. Я говорю, минуточку. Вот. У нас очень четко это все пропозиционировано, что армия является наследницей именно вот этой советской армии. В отличие от другой славянской страны, у нас все традиции соблюдены, у нас остались боевые знамены, которые дошли до Берлина, у нас остались действительные наименования воинских частей, это правильно. Ну, потому что должно быть что-то, чем можно гордиться, а именно этим должно, нужно, нужно гордиться. Вот. Песня, кстати, вот следующая, она очень старая. Я ее написал, наверное, еще курсантом, не наверное, а написал курсантом. Она несколько такая примитивная, но время было такое, когда страна была необъятная, а еще кроме страны были другие места, как у нас говорили, пошлют вас как куда-нибудь туда, куда Макар Теляд не гонял. Соответственно, где-то, наверное, наложилось это и на эту песенку. Все время мне было приятно, я не помню, что лейтенантом или старлеем был однажды на вокзале, стою, жду поезда, и какие-то курсанты стоят и поют ее. Ничего себе. Мне так подмывало подойти и сказать, это я. Ну, не стал уже, ладно, так. Опять стучат колеса, Считай километры, Меня по жизни носят, Дорога разбитых ветры, На автомат осталь, Надеюсь, как на Бога, Вновь вносит вдаль Моя судьба, Дорога, Приют мой в тех местах, Где бросил я фуражку, Где зохнет на гвоздях Промокшая рубашка, Мой цвет один защитный, Мой спутник автомат, Лишь он надежно ищет мой. До нескольких гранат, Мне надоело по миру носиться, Мне часто сон один ночами снится, Открыл я дверь устала, Улыбнулся, И прошептала тихо, мама, Мама, я вернулся, Мне надоела фляга, С водой и с коньяком, Подай-ка лучше, мама, Мне кружку с молоком, Я возвращаюсь в дом, Как с улицы котенок, Мне воевать потом, А здесь я как ребёнок, Вы можете спокойно Гулять хоть до рассвета, Быть может где-то войны, Но это только где-то Хранят вас в наши руки, Нас не судите строго, Ведь нам одни разлуки, И вечная дорога, Мне надоело по миру носиться, Мне часто сон один ночами снится, Открыл я дверь устала, Улыбнулся, И прошептала тихо, мама, Мама, я вернулся, Опять стучат колёса, Считай, километры Меня по жизни носят, Дорога разбитых ветра, На автомата сталь, Надеюсь, как на бога, Кидовь вносит вдаль Моя судьба, Моя судьба-дорога, Моя судьба-дорога, Моя судьба-дорога, Два праздника расположены С интервалом буквально в неделю, Это 15 февраля и 23 февраля, Я всегда говорю, Что 15 февраля для, Ну, по большому счёту и для страны, А уж по самому первому счёту Для очень большого количества людей, Это всё равно праздник, Да не всё равно, это праздник, День вывода Ограниченного контингента из Афганистана, По крайней мере, все мои знакомые, Особенно вертолётчики, Да не только они, Как говорит мой хороший знакомый, Даже не тоже знакомый, А близкий друг Анатолий Васильевич Сурцуков, Генерал-лейтенант, Вертолётчик прославленный, Он говорит, мы все задачи, Которые нам там нарезали, Мы их все выполнили, А победа определяется Именно степенью выполнения задачи, Говорит, вышли мы оттуда С высоко поднятыми знамёнами, А не поджав хвост. Я как-то вот в этом году Поймал себя на мысли, Я многим стараюсь позвонить, Всем не успеваю, Потому что очень много у меня И друзей, и приятелей, И просто знакомых из Вот этой категории Военных, ветеранов, Как-то мы раньше все привыкли Ветеранами называть, Те, кто воевал во время Великой Отечественной, А сейчас уже этих ветеранов-то Уже смещается вот этот промежуток, И воины другие. И поймал себя на мысли о том, Что их уже меньше становится. Бах, так случайно, Вдруг узнаешь, Этот ушёл, этот ушёл. Как-то это, ну, Не знаю, Может, это возрастное, Не очень укладывается в голове. В следующем году 40 лет, Как войска вводили туда за речку, А когда-то, я ещё помню, Я в училище военном, В 85-м году на параде Маршировал 40-летие победы В Великой Отечественной войне. Годы идут. Третья песня. К нам с приказами гонец, И моей войне конец, Я живой и не остался я в долгу. Надоели мне юга, Здесь пострелена нога, Я смотреть на эти горы не могу. Я, наверное, устал, Я своё отвоевал, До Москвы похудный борт Меня возьмёт. Поеду на вокзал, Я с войной завязал, Я на Север еду, Вряд ли кто поймёт. Через каждую версту Я всю фляжечку карту, Паровоз кричал, Ту-ту-ту, Поезд шёл, Поезд шёл, На воровку топ. А в блокноте адресок И пульсирует висок, Я не знаю, Как же мне туда войти, Увидать чужую мать И про сына рассказать, Как на той войне Сошлись у нас пути. К ней и так уже свинком Приходил сам военком, И заученную скорбаном Молвил речь, Мол, сынок, у вас герой, И за орденную горой, Но простите, Не смогли его сперечь. Через каждую версту Я всю фляжечку карту, Паровоз кричал, Ту-ту, Поезд шёл, Поезд шёл, На воркуту. С ним ругались целый год, Он был парень, Ещё тот, Я чештою под арест его, Гуд-бай! Он не брал под козырёк, И патроны не берёк, Ни путёвый был, Ни в общем раздолбай! Он колючий был, Как ёжи, Чичто хоть пушник нож, И без повода порой И всех мат открыл. Он был просто в рядовых, Но в горах на боевых, Он от пули То меня с собой закрыл. Мир навек сошёл с ума, На душе оставит зима, И меня пора, наверное, В музей. Я смертельно одинок, У медаль и орденок, Не заменят мне погибших там друзей. Сердце больно бьёт тик-так, Я себя сожму в кулак, Я ведь стрелянный под жизни воробей. Хоть Россия велика, И дорога далека, От себя не убежать мне, Хоть уби. Через каждую версту, Я всю фляжечку карту, Паровоз кричал ту-ту, Поезд шёл, Да поезд шёл, На ворку ту. Спасибо. 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 Батя, здравствуй. Был долгим год, как на войне, три за один, Но снова мы вдвоём. Батя, здравствуй. Весь год сказать хотелось мне обнять тебя, Фразы всем потом. За старым сядем мы столом, Покрепче что-нибудь нальём, Акбатя, от тебя это как отвык. И стопка водки заберёт, Весь мир вокруг перевернёт, Развяжет мой завязанный язык. Ну как дела? Ты жив пока и не болят ещё пока? Иду как прежде, прямо на пролом. А жизнь стремительно бежит, И как цыганка ворожит. Но оглянусь, пожалуй, я потом, Проблемы есть, когда их нет. Не стал пока не милым свет, Хотя порой трясёт, но лишь слегка. На свой я вытянул билеты с ним по жизни, Столько лет по жизни еду, Бог с ним. А пока? За старым сядем мы столом, Покрепче что-нибудь нальём, Акбатя, от тебя это как отвык. И стопка водки заберёт, Весь мир вокруг перевернёт, Развяжет мой завязанный язык. Батя, здравствуй, Когда свою клешню я беру, Да ты ещё чуть-чуть, но постарел. Батя, здравствуй, И пусть календарь не врут, Твой взгляд горит всё так же, Как горел. Батя, здравствуй, Я наяву, а не во сне, Увидеть поскорей тебя хотел. Батя, здравствуй, Я дома, а не на войне, Я год спустя, но всё же прилетел. За старым сядем мы столом, Покрепче что-нибудь нальём, Акбатя, от тебя это как отвык. И стопка водки заберёт, Весь мир вокруг перевернёт, Развяжет мой завязанный язык. Романтик кончился во мне, Воючу даже и во сне, Покрылись пылью детские мечты. Ты сам когда-то спину гнул, И лямку тридцать лет тянул, А я теперь вот так же, как и ты, Стараюсь правду говорить. Не унывать, а честно жить, Как с мамой научили вы меня. Извелась до них, Хапула с небесы в грязь, Пока ещё не влезла, Живу, как все деньгами низвиня. За старым сядем мы столом, Покрепче что-нибудь, Знай-ли, Макбатя, От тебя я так отвык. И стопка водки заберёт, Весь мир вокруг перевернёт, Развяжет мой завязанный язык. Счастливо, Батя. Так не хочу и сжать, И не разнять пожатие руки. Счастливо, Батя. Ты молодцом и так держать, Вот только Батя, Маму береги. Счастливо, Батя. Не сильно верю я в судьбе, Но верю я вернусь в родимый дом. Счастливо, Батя. Я шёпотом скажу тебе И обниму. А фразы все Потом. Спасибо. Позавчера давал концерт В Вязьме, Там, в главном их дворце культуры, Ну, в общем-то, Это был профильный концерт Для лётчиков 440-го отдельного вертолётного полка. Командир полка очень попросил, Он говорит, Отслеживает мои перемещения. Вот ведь под колпаком постоянно. Говорит, ну ты же всё равно будешь в Москву ехать. Может быть заедешь у нас, споёшь. Ну, а как им откажешь? Вот. И там приезжаешь, И начинаются уже другие вопросы. А споёшь ли ты вот это? А даже не споёшь, А надо спеть вот это. И так далее. То есть уже такой плейлист Создаётся помимо своей воли. Ну, собственно, всё равно это те песни, Которые я бы обязательно спел. Ну, просто как-то они так отдельным пунктиком. Ну, ты же понимаешь, У нас сегодня единственный полк в России, Где ещё Ми-24 летают. Я сразу сказал, Нет, не единственный. Вот Александр Николаевич Лешакин, Там всякий заслуженный военный лётчик. Мы с ним в командировке в Моздоке недавно были. Там 142-й авиационный полк, Но он в авиации Росгвардии. Да, они тоже СМИ-24-ми. Ну, и ещё у нас в Беларуси Знаменитый полтинник, Который воевал в Афганистане От дня до дня. Единственный авиационный полк, Который там был награждён Орденом боевым. У нас действительно вот... Ну, тогда эти вертолёты Были в составе 181-го полка Азасимовича Поружаны. Когда его расформировали, Их перевели вот у нас под Минск. Есть вертолёты, Они такие старенькие, Хотя у нас их так содержат, Они покрашенные, там всё. Но есть вертолёты, Которые показывают. Рукой водишь, И заплаточки чувствуются. Те, которые ещё с той войны. Ну, собственно говоря, и песня. Хвосточки летают над землёй, Низко. Значит, снова непогода, Утюжим небо здесь полгода, Значит, полтора, и я живой. Натри умножается, а войной Вот и с нами видно всё на глаз. Если мы летим предельно низко, Это значит, нам до цели близко. Крайний щель последний этот раз. Бог решился, мы верим, он за нас. И, конечно, верим мы в бою, Той, что никогда не подпатила, Кто-то называет крокодилом. Птичку, про которую пою, Ласточку беднистую мою. Подтвердят нам трассер и расчёт, Не ошибся лётчик-оператор, Нынче он, как в фильме «Терминатор». Всё, что снизу убирает в лёд, Наш привет он тем не нашим шлёт. Скажет кто-нибудь страшно, мол, Враньё! Нас пугают снизу пулей турой, Отвечая всей номенклатурой. Птичка разметает вороньё, А мы втроём под нимбом у неё. Душу винтокрылую свою Вместе с нами ты не погубила, Обозвала же кто-то крокодилом. Ту, что выручает нас в бою, Ласточку беднистую мою. За спиной молотит пулемёт, Бортовой наш парень не из робких Обложился лентами в коробках. Пулемётный сам себе Расчат бортовому Общенаш зачёт. На песню, что опасно у хвоста. Даже дуракам её смысл ясен, Нынче я действительно опасен. Горный край меня уже достал, К чёрту живописные места. Те годы, что вместе с ней в строю Красотой меня с ума схватило. Что за дурень кличет крокодилом? Ту, что вместе с нами на краю Ласточка беднистую мою. Словно сто разгневанных богов Всю на нас обрушили свирепость. В небе, словно маленькая крепость, Мы ведём огонь из всех стволов. Нам иначе не сносить голов. С нашей птичкой мы не отвернём, Не проходят с ней такие штучки. Бережно держу её за ручки, Словно в танце, кружим мы вдвоём. Мы танцуем танго под огнём, С той, которой песенку пою, С той, что нас от смерти уводила. Я убью того, кто крокодилом Обзовёт любимую мою. Мою, ту, что вручила нас вдвою. Ту, что вместе с нами на краю Ласточку беднистую мою. Спасибо. Действительно замечательная машина. Вообще, это мой любимый вертолёт. Вот, ну, как сказать, художественный, Или как это можно передать. Я помню, первый раз его увидел, Когда учился в первом или во втором классе В начале 70-х годов в Казахстане на полигоне. Вот они в таком пустынном камуфляже были. Пролетали над нашим домом. И вот у меня эта картинка, Она всю жизнь осталась. Этот вот силуэт, Который ни с чем не спутаешь. Да любую технику нашу, Конечно, ни с чем не спутаешь. Каждая по-своему прекрасна. Звонит мне позов... Вчера Сергей Иванович Асяйкин, Замкомандира Центра показа Авиационной техники в Кубинке Полётной подготовки, Ведущий Стрижи. Говорит, ну ты же, конечно, с нами долетишь. Куда? Ну как куда? В Армению. Такие вообще иногда Интересные факты выплывают. Тебя просто перед ними ставят. Оказывается, Стрижи туда летят. Там 11-го или 12-го И до 18-го. У меня никак не получается. Говорит, ты меня расстроил в конце концов. Потому что там, ну еще, Там авиабаза наша в Эребуне, В Ереване, Командует Саша Петров, Который опять же Кубинкой Когда-то командовал. Вот. Ну там какой-то праздник, Видно, у армян. Я не знаю. Ну, я так предполагаю, Что будет очень здорово. Я выступал там один раз. Это какой-то невообразимый Пищевой террор. Очень хлебосольные люди. Я помню, я там был всего два дня. А потом, анализируя эту всю ситуацию, Вспоминая, думал, Что если бы все, что вот я съел За этих два дня Растянуть на две недели В этом же самом количестве, То было бы, конечно, хорошо. Я бы все это распробовал. А так я смог распробовать Только сиванских раков, Когда мы прилетели только. И сразу с аэропорта Нас туда повезли в баньку. И вот они там с пивом и все такое. Мне говорят, подожди, подожди, Вот у нас стерлят запекается. Нет, ребята, спасибо. Я синих раков никогда не ел. А они действительно, Ну, из сивана, они синие. Ну, варятся потом, Становятся нашими, красными. Вот. Я к чему учусь. Это вот следующая песня. Когда-то русские витязи, Когда летали в Бахрейн, Они летали через Ереван. Опять же, вот на этой аэропазе Они садились. Ну, и песня вот того времени, Когда они в Бахрейн летали. Летим в заморскую страну, Что далеко в чужих широтах, Мы на военных самолетах, Но наш маршрут не на войну. Летим в нерусскую страну, Как по линейке в небесах. Мы чертим след инверсионный, Меняя снизу стороны зоны. И часовые пояса. Мы на работе. В небесах. Мы не полмодержимы, И это не на час. На жизнь, коли заниматься Летным делом. Предельные режимы Не так тревожат нас, Как то, что на земле Все за пределом. Там на земле Давно все За пределом. Летим туда, Где чтут Коран. Там авиация Фаворит. И кто главней у них Не спорят. Верблюды Или аэроплан. Не спорят там Мусульман. Мы им открутим Пилотаж. Сорвем восторг, Аплодисменты. Ведь вспомнят страны, Континенты. Все знают, что в небе Почерк наш. 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 Рашен, крэйзи, пилотаж. Мы не полмодержимы, И это не на час. На жизнь, коли заниматься Летным делом. Привидельные режимы, Привидельные режимы Не так тревожат нас, Как то, что на земле Все за пределом. На земле давно все За пределом. Дай Бог нам снова над Москвой Пройти, дать салют победы. На нас с небес Посмотрят деды И вспомнят свой Последний бой Под замерзающей Москвой. И дай Господь Сберечь орлят, Чтоб не пришлось С нуля Сначала. А ведь Кожедук Покрышкин Чехалов На помощь к нам Не прилетят. Но там На небе не простят. Мы небом удержимы И это не на час. На жизнь, коли заниматься Летным делом. Привидельные режимы Не так тревожат нас, Как то, что на земле Все за пределом. Там на земле давно Все за пределом. Мы небом одержимы, и это не на час, на жизнь. Коли заниматься лётным делом, предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле всё за пределом. Там на земле давно всё за пределом, как жар, что на земле всё за пределом. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Сегодня вот этим маршрутом именно туда, на Армению, на Иран, потом на Ирак летает очень много самолётов. Такая вот, ну, ситуация уже, она больше двух лет, она продолжается. Сегодня, опять же, один из первых звонков был, опять же, оттуда и вот из песочницы, так называемой. Позвонил один очень близкий друг, генерал. Мы с ним там встречались. Он опять там. Ну, я думаю, там тоже ещё не один раз споем. У нас на родине метели, а здесь погода на заказ, и многозвёздный наш отель, апартаменты, экстра-класс удобства снаружи. Бывало и хуже. Кругом практически курорт. Здесь пальмы чудной красоты, а море просто натюрморт. Но видим только с высоты мы эти красоты. В процессе работы. Мы трудимся в заморской дали, где звучит намаз. И многие совсем не ждали здесь увидеть нас. Другие времена настали. Мы пришли и дали мастер-класс. Мы делаем здесь то, чему учились. Все годы на занятиях и учениях. Буржуи не хотели, но случилось. Мы в деле по прямому назначению. Нам в этом небе не до этикета. Сюда не отдыхать пришли, не в гости. Мы днём и ночью бомбы и ракеты Вкалачу мы в цели. Словно гвозди по самому прямому назначению. Здесь каждый вылет боевой от напряжения кипишь. Кабина словно дом родной. Вот только жаль, в ней не поспишь. Хочется очень. Особенно ночью. Который месяц не до сна. И не уйдёшь на бюллетень. По распорядку здесь война. Что день, что ночь, рабочий день. Здесь всё на пределе. Назначены цели. Мы в нужный час и в нужном месте выпадем с небес. И сразу станут цифрой двести. Духи все в окрест. Прицельные марки, тонкий крестик. Миг на них поставит. Ширный крест. Мы делаем здесь то, чему учились. Все годы на занятиях и учениях. Буржуи возмущались, но случилось. Мы в деле по прямому назначению. Нам в этом небе нет этикета. Сюда не отдыхать пришли его гости. Мы днём и ночью бомбы и ракеты Вколачиваем в цели. Словно дворости по самому прямому назначению. И вероятные друзья нам скажут просто Very good. Летать по многу им нельзя. У них нормированный труд. Им бедно мне сладко. Жить по распорядку. К свертям уже не привыкать. С годами стали мы грубей. Два раза нам не умирать, Но не привыкнуть хоть убей. Нам жить в половину И к выстрелу в спину. Минует нас по воле Форта Смерть и холодок. Года спустя полётной карты Выцвивший листок Напомнит нам довольно ярко Ближний, но далёкий столь восток. Мы делаем здесь то, чему учились Все годы на занятиях и учениях. Буржуи были против, но случилось Мы в деле по прямому назначению Нам в этом небе не до этикета Сюда не отдыхать пришли, не в гости Мы днём и ночью бомбы и ракеты Вкачивают в цели, словно гвозди По самому прямому назначению По самому прямому назначению По самому прямому назначению Спасибо. 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 У всего есть какая-то история, но про Херари я тут говорить не буду, уже там, допустим, имя Мара Багдесарян стало каким-то таким нарицательным, а какие-то события, они вот сегодня, они происходят, вот буквально 20 дней назад. А в Афганистане вообще несколько историй мне рассказывали и про Грача, а конкретно вот с гранатой была такая история, даже дату назову, 25 апреля 1984 года, там не Су-25, там был Су-17М-3, сбит был ракетой, пилотировал его старший лейтенант Сергей Соколов, Сергей Александрович, в то время 25-летний, сегодня ему уже почти 60, герой России. Героя причем получил уже в 90-е годы за другие подвиги. И тоже вот вертолет его пилотировал старший лейтенант Сергей Ефимов, они в Арханах увидели это кресло катапультное, потом немного довернули, увидели бой на земле. Летчик был тяжело ранен, и они его поднимали уже там под огнем без сознания, вот он на животе летел, лежал, и буртехник, когда они его в салон забросили, сразу уходить, буртехник был старший лейтенант Анатолий Маркуш, я фамилию даже все знают. Он его перевернул, и вот того в руке бах, он смотрит граната, и она была без щеки, он успел ее в открытую дверь выбросить. Вот такие были вот события на самом деле. Я к чему это все вот рассказываю, ну и наверное к следующей песне, что никогда не надо сдаваться. Воздух августом расплавлен, обратились тучи векства, под завязку и заправлен, и подвешены все средства, и для птиц сирена. Вое, допустим, рекомпанирует, пахнет в воздухе войною, значит миру не до мира, миру явно не до мира. Ничего, видимо, до ночи день тяжелый мне маячит, я не нож, но я заточен под военные задачи. Коль верхах большие лица не нашли для мира повода, не смогли договориться, значит я последний довод, я теперь последний довод. И со мною наравне этих боев, что во мне, в ременьче на всех часах. Только стрелкам не решить, сколько нам летать и жить, наши судьбы на весах. Где-то в небесах Выключаем всех выключим, кто снизу. Выключаем тех, кто снизу. Нам возле дыгнем и громом огрызается поверхность. Контингент и там не промах повышает нашу смирность. И в кабине эти двое на приборы смотрят хмуро, я как будто сильно болен. Кашель, жар, температура. Кашель, жар, температура. И отчаянно втроем, через небо напролом, как на рваных парусах. Мы этого вере, кто сна вовнились. На кону всего лишь жизнь, наши судьбы на весах. Где-то в небесах. Живы оба не убиты, хоть по мне бы убили точно. И орет им тетя Рита, чтоб на воздух вышли срочно. Эти двое, как на мине, велика цена задержки. Но плечом к плечу в кабине держат ручки, а не держки. Не хватаются задержки. Кохочу я в эскадрильгу, даже если инвалидность. Я не складываю крылья, а меняю стреловидность. Возвращаемся из дома, пусть мы еле волочемся. Но в кабине эти двое верят в то, что мы вернемся. Обязательно вернемся. Мы вернемся. Вернемся. На войне, как на войне, даже если ты в огне. Надо верить в чудеса, чтобы не было, держись. И тогда не смерть, а жизнь перевесит на весах. Где-то в небесах. Где-то в небесах. Где-то в небесах. Спасибо. Ветра с утра вовсю в полях гулять. Устроили какой-то шумный пир. И тучи землю клочьями цепляют. Как будто бы замерз. Молчит эфир. Наферно уж лучше снега в июле. Чем этот ливень, мол, не игрок. Все нотики нас снова обманули. Продрог до самых плит. Аэродром. Озявлен на стоянках самолеты. Нас терпеливо ждут. Мы не идем. Погода прекратила все полеты. И мы к земле привязаны дождем. Ждем. И жженый радость тщательно скрывают. Дождя, увидев слезы на стекле. Пускай гремит и молнии свергают. Спокойнее, пока мы на земле. И кажется, что небо цвета хаки. Его расчертят молнии злом. Грустят аэродромные собаки. Укрившись от ненастей под крылом. Озявлен на стоянках самолеты. Нас терпеливо ждут. Мы не идем. Погода прекратила все полеты. И мы к земле привязаны дождем. Ждем. И небо, как компьютер, вдруг зависло. Мы на высотке, будто под шатром. Ударит шар бильярдный, словно выстрел. И где так она надо? И фронты гром. Погода напомнит нам о том, как мы летали. В свинцовых небесах, дождях войны. Погода нас тревожила. Едва ли летали. Только ждали тишины. Озявлен на стоянках самолеты. Нас терпеливо ждут. Мы не идем. Погода прекратила все полеты. И мы к земле привязаны дождем. Ждем. Озявлен на стоянках самолеты. Нас терпеливо ждут. Мы не идем. Погода прекратила все полеты. И мы к земле привязаны дождем. Ждем. Спасибо. О. О, это я увидел свою близкую подругу Светлану Владимировну Копанину. Семикратная абсолютная чемпионка мира. Света, я просто предыдущая песня ждем. В этой связи что-то вдруг мне подумалось. Мы долго ждали вместе, когда будет одна песня. Пока я не получил, как говорится, волшебного пинделя в исполнении Светланы Владимировны. Я рассказывал эту историю, я повторяться не буду. Пилотажный рок-н-ролл Светлана. Говорят, друзья, что спортом надо мне заняться. Я бои не против, только лень не напрягаться. Мне такой вид спорта, чтоб сидеть в удобном кресле. Шахматы советую, но мне не интересно. С девушкой я повстречался в поисках ответа. Спортсменка Света Рассказала мне про спорт высоких достижений. Мол, все дешевшие дела и минимум движений. Усадила мило, словно в кресло кинозала. А потом зачем-то очень крюко привязала. Радостно шмелью вам жужжит мотор Аэроплана. На взлет Светлана. Мы над точкой, как комета, как звезда карты балета. И с отчаянным приветом я прощаюсь с этим светом. Не пойму я, где планета, слишком близко, рядом где-то. Что же делаешь ты, Света? Что же ты делаешь? Но, Света! Нежно тушат перегрузки много единичек. Меж приборов вижу я привечена табличка. Надпись «Ноусмокинг», вероятно, это шутка. Тянется, как целый час, обычная минутка. Я бы закурил, да как достать здесь сигарету? Кто смеется Света? Бочки петли, что пора какие-то фигуры. Это идиот сказал про то, что бабы дуры. Сам дурак, ведь небе добровольно оказался. Поднял один день, когда со Света я связался. Шаром взором по кабине в поисках стоп-крана. Вернись от Светлана. Мы на точке, как комета, как звезда карты полета. И с отчаянным приветом я прощаюсь с этим светом. Не пойму я, где планета? Слишком близко рядом где-то. Что же делаешь ты, Света? Что ж ты делаешь? Но, Света! Я как будто рыба, та, которую за жабры. Жизнь моя, мне кажется, уже обракотабра. И Света говорит, что есть такая же фигура. Я в ответ ей вежливанно, только без цензуры. Ласковая? Ну ты как? Звучит, как из тумана. Я жив, Светлана. Наконец, аэроплан Земля бросает света. Я к тебе вернулся, здравствуй, милая планета. Неужели я живым на Землю возвратился? Может, не совсем здоровым, но ведь не убился. В небе мило прокатило, да еще б до побок без билета. Спасибо, Света. Мы на точке, как комета, как звезда карты. И с отчаянным приветом я прощаюсь с этим светом. Не пойму, я где планета, слишком лист рядом где-то. Что же делаешь ты, Света? Что ж ты делаешь? Ну, Света! Светлана, тормози! И летаю, как комета. Посылали мы привет Населению планеты В облаках вдруг поняла, где Моя песенка не спета Мне без неба жизни нет Что же наделала ты, Света? Что ж ты сделала? Ох, Света! 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 Света Владимировна Капанина Пусть меня извини, я все равно скажу Самый теплованный спортивный летчик в мире по книге рекордов Гиннеса В десятке пилотов 20-го столетия Единственная женщина Кавалер Ордена Мужества Женщина, кавалер Ордена Мужества Спортсменка, комсомолка, наконец, просто красивая девушка Света, мы тебя все любим Ага Кстати, рядом за столом со Светой сидит мой близкий друг Андрей Воропаев Кстати, интересное соседство Он сейчас испытывает Як-152 Летчик-испытатель И мне интересно потом, как еще потом Светлана еще тоже это будет, наверное, в каком-то виде оценивать А может уже какие-то есть, скажем так, взаимодействия В плане того, что, ну какой Самолет вообще Вот Андрей говорит, что он очень хороший Получиться должен Он, кстати, еще испытывает МС-21 и Як-130 продолжает Не знаю, как это все, вот это в одной голове или в одних руках Умещается Такие разнотипные машины А вот еще сидит мой близкий друг Валерий Михайлович Калашников Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации Этот человек дал дорогу в небо Вертолетом Ми-35 и еще многим машинам Московский вертолетный завод имени Миля Валерий Михайлович Буквально за полчаса до концерта звонил Димка Миняйла Когда узнал, что вы будете Сказал Он же меня и покойного Игорька Бутенко Учил на Ми-35 на прилетать в нас первых Привет огромный передавал Вот это все, к следующей песне Для вас и конечно же всех остальных испытателей Здесь будущие сидят, я знаю Которые учатся В небесную обитель мы приводим их, как в сад детей Для них мы, как родители, куда уж ближе родней Мы словно воспитатели, они, как будто школьный класс Они же, как испытатели, испытывают нас И в небесах распахнутых, перемещаясь вверх и вниз Играем с ними в шахматы, где жесток будто главный криз И каждый раз, как первый раз, они бывают здесь ничьи Они испытывают нас, а мы испытываем их Мы в небе летать и работать их учим В ответ они тоже нас многому учат И хоть красота есть и в солнце, и в тучах Романтики мало, зато и не скучно И пусть золотые нам горы предложат Мол, царство за небом мы точно откажем Летая на все, что летает и даже На том, что летать поедине может Болтают обыватели, что мы живем, как в масле супер Считают, сколько тратили, считают, что много весь мир Мол, жизнь полна романтики, благоволит дача нам И деньги словно фантики швыряем мы по сторонам Не объясните вы таким, что не измерять кошелек Когда останется родным на память шлемом и орденок И в новостях лишь парафрос таких холодных и сухих Они испытывают нас А мы испытываем их Мы бы не летать и работать и хочем Но в ответ они тоже нас многому учат И хоть красота есть и в солнце, и в тучах Романтики мало, зато и не скучно И пусть золотые нам горы предложат Мол, царство за небом мы точно откажем Летаем на все, что летает и даже На том, что летать поедине может По краю наставлен не ходим, вот еще в тот край найти Чтоб не было сомнений, возле ты мог сказать Лети Любимому ребенку, что за годы научил ты жить И в лебедя-уденка И смог, как в сказке, превратить А после дети новые, которые сильнее умней Старктивые, рисковые, нету вновь для нас родней И снова непослушный класс перед уроками Они прийти Они испытывают нас А мы испытываем их Мы в небе летать и работать и хочем В ответ они тоже нас многому учат И хоть красота есть и в солнце, и в тучах Романтики мало, зато и не скучно И пусть золотые нам горы предложат Мол, царство за небом мы точно откажем Летаем на всём, что летает И даже на том, что летать войти не может Во в небе летать и работать и хочем В ответ они тоже нас многому учат И хоть красота есть и в солнце, и в тучах Романтики мало, зато и не скучно И пусть золотые нам горы предложат Мол, царство за небом мы точно откажем Летаем на всём, что летает И даже на том, что летать войти не может Спасибо Что насыпался Илюха, нынче в лето до зари, Набивают снова брюхо, груз, шварты, технари. Носят ящики солдаты из заката акварель, Только нам не до заката рампа тыльфер, а парель. Рампа здесь не значит сцена, палуба не значит флот, Мы не взвенчиваем цены на писью аэрофлот. Мы летаем, где стреляют экипажи не впервой, И Илью не испугают грузовик наш боевой. И на взлет уходит выселья трудяга, Турбин грохочущий квартет поет. Летит Илюша работяга, Братяга, наш транспортяга, Горбом по нему столько лет. Нам лететь туда, где жарко, С дозаправками маршрут, Полный борт гуманитарки Там на месте разметут. Мы спасаем чьи-то души, Близких видим лишь во сне. Не печалься, брат Илюша, А лучше так, чем на войне. Это лучше, чем когда-то Полным ящиков бортом Возвращали мы солдат В их последний вечный дом. Улетали от печали Снова в небо с головой. Где-то вновь с надеждой ждали Грузовик наш боевой. Нам взлет уходит В этом выяснили я трутяга, Турбин грохочущий квартет. Поют Летит Илюша работяга, Братяга, наш транспортяга, Горбом по нему столько лет. Чай, печенье и конфеты Надоели нам уже. Штурман курит сигареты Там на нижнем этаже. Техник мыслит о посадке, Что сготовить на обед. Если что, всегда в порядке У него филосипир. Распростер Илюша крылья Вместе с грузом нас несет. Коридор ему открыли, Значит, он людей спасет. Эх, Илья, небесный пахарь, Горьба на спинке трудовой. Если где-то что попахнет, Грузовик наш боевой. Нам взлет уходит Вы, селья, трутяга, Турбин, грохочущий квартет. Поет Летит Илюша работяга, Братяга, наш транспортяга, Горбом по нему столько лет. Снизу пальмы по глиссаде, Из зимы встречают борт, Заведут на запасаде В незнакомый жаркий борт. Местные не бьют по глуши, Все предели как один, От души нальют Илюши Самый вкусный керосин. Командир на борт вернется, Весть благую принесет, Наша Илюша улыбнется Нижним блистером, Блеснет. Нам награда и не медали, А скорее путь домой. Руты снова в максимальный грузовик, Наш боевой на взлют. Уходит ввысь Илья тротяга, Турбин, грохочущий квартет. Поют Летит Илюша работяга, Братяга, наш транспортяга, Горбом по небу Столько лет. Неerset. Спасибо. Футболы как-то для меня совершенно необычно. Давал один концерт и потом подходит. Ну, не все же люди такие, скажем так, авиационные, есть совершенно, может быть, как-то случайно зашедшие или чего, а потом как-то вопросы задают. А что, вот, говорит, летчики действительно называют его Ильей? Я говорю, ну, никто не только. Вообще большинство как-то, ну, машин имеют какие-то названия. Я помню, как-то идем ночью с командующим 4-й армии, ну, когда у них был юбилей в конце августа, и мы там ночью провожали Василия Семеновича Лавнового, ну, он улетел, мы идем, а командующий там Виктор Михайлович Себастьян говорит, смотри, как я уток обвесил. Я такой, а там Су-34-е стоят, значит, утки, путенки, говорит, ну, там для показа просто, ну, все подвески заполнены авиационными средствами поражения, вот, говорит, вот я уток обвесил. Я просто даже вот, возвращаясь к Илюше, буквально неделю назад мы были в командировке Ермолина, опять же, там, это 70-й полк авиации Росгвардии, летали много на Ил-76-м, бросали ребята спецназа, там у них впереди серьезные задачи, мы потом покажем это по телевизору. Вот, и тоже с летчиками разговаривали, они говорят, так, ну, мы-то вчера на матрешке летали, или на чем? На матрешке, ну, Александр Николаевич знает наверняка. Я начинаю узнавать этимологию этого, название именно этого Ил-76-го, а у него борт номер 3-8-ки, они говорят, ну, они же говорят, как матрешки, вот. Но самое было поразительное, я страшно жалел, что мы не смогли это снять, хотя, может быть, это слишком интимная, скажем так, сцена была, но она была очень пронзительная. Я шла девушка в форме, то ли она прапорщик, то ли контрактница просто, вот она подошла к этой матрешке, посмотрела по сторонам. У меня вроде зрение не сильно зоркое, но она меня не заметила, она его поцеловала и пошла. Вот, ну, наверное, люди этим тоже живут, это, ну, очень, очень цепляет, наверное, если так можно сказать. А есть машины, которые без названий, почему-то вот ее я не... Ну, слышал какие-то такие небольшие, но редко-редко, чтобы это так называли, обычно восьмерка-восьмерочка. Я вернулся. Весь набитый до отказа, Я принес их всех на базу, всех и сразу. Хоть мне трудно на высотах, Взял я всех живых трехсотых, Три двухсотых. Я их принял под завязку В окровавленных повязках. Дальше сказка, Что движок не захлебнулся, Что я чудом увернулся, Я вернулся. Знать, судьба моя такая, Тридцать лет в горах летаю, Я устал. Наверное, это моя осень. Я участвую в парадах, Что мне думать о наградах, Напределенно износит. Я МИ-8. Я вернулся. Кто обскомандовал, Мне волен, А нахватал я пули довольный, Ух, как больно. Справа блистер мне разбили, Провока хоть и не убили, Сцепили. Капитан, что в левой чашке, Матерился, было тяжко, А мы в рубашках. С ним, наверное, родились, Потому что не разбились, Возвратились. Знать, судьба моя такая, Тридцать лет в горах летаю, Я устал. Наверное, это моя осень. Для меня запчасти ищут, Жалко будет, если спишут, Я ведь старый наизносит. Я МИ-8. Я вернулся. А в салоне наследили, Пятна бурые застыли, Шлангом смыли, Где-то в полночь я проснулся, Капитан ко мне вернулся, Затянулся. К борту мне ладонь прижала, И ладонь его дрожала, Так устала. Говорил, что все в порядке, Гладил мне рукой заплатки И заплакал. Вот судьба моя какая, Тридцать лет в горах летаю, Я устал. Наверное, это моя осень. Хоть тяжелая работа, Все равно летать охота. Пусть по воинам о меня носят, Я МИ-8. Я МИ-8. Песня про самолет, Которая тоже имеет название, И не только у нас, Ну и за рубежом. Пройдя рулежкой на полет, На полосе корабль замрет, На исполнительном омолива, Все по карте. Винты все восемь на упор, Разбег, отрыв, вираж набора, Все проблемы мастер-винтом на старте. Маршрут проложен не на глаз, Мы верим штурману на раз, Здесь интернета нет, Чили недоступен гугл. И как полсотни лет назад, Барберы словно на парад, Идут на север, Чтоб потом уйти за угол. И словно лидерный наш борт, Сопровождает нас эскорт, Вот только нет на небе, И строго и меди. И где-то в натовских штабах Тревогу бьют, И все в бегах летят в Атлантику, Российские медведи. Летят в Атлантику, Медведи. Пролитый кофе обожжет, Болтанка нас не бережет, Погода дрянь, И на радаре сплошься светки. От фюзеляжа револьвер, Род производства СССР, Сказали пыльянкисы, Что русская рулетка. И вместо радостных вестей, Корма доложит про гостей, У плоскостей повиснет Пара супостотов. Они ведь стошено пролом, Мы чуть не пристернем крылом, Таких бурзы, Как правило из штатов. Но не изуменит курс аборт, Хоть и наглеет наш эскорт, Мы посылаем их домой, К любимым людям. И где-то в натовских штабах Тревогу бьют, И все в бегах пришли в Атлантику, Российские медведи. Пришли в Атлантику, Медведи. Жаль, в океане нет дороги, Он для нас, как сеносток, Нам отыскать в нем надо Чертову иголку. И ищем мы на риск и страх, Авианосец на волнах, А не найдем, то все задание без толку. И крик, я вижу, командир, Вдруг разорвет немой эфир, Железный ящик с высоты уже заметен, Там черт какнется адмирал, Раз нас устроит и оврал, А мы так счастливы, Как маленькие дети. Качнет нам крылья весь корт, Пошлем доклад про русский порт, И уберутся наши летные соседи. У них штабах дадут отбоя, Лишь будут спорить меж собой, Когда опять придут в Атлантику. Медведи придут, Ой, придут в Атлантику. Медведи! Мы на свидание идем, Друг друга с танкером найдем, И семь потов сойдет, Но мы поймаем бонус. Хоть тяжело держать режим, Мы каждой тонной дорожим, А турбулентность там повысит общий тонус. Наш самолет бутит устав, Он помнит разные места, Вьетнам, Ангола, Куба и Гвинея. Отсы летали там до нас, Но если б дали нам приказ, Мы обязательно смогли, Ведь мы умеем. Экипажин просто смог, И пусть усталость валит в ног, Но мы так рады нашей маленькой победе, Что нас совсем не клонит в сон, Не спит сегодня гарнизон. Домой вернулись из Атлантики, Медведи пришли домой, Медведи идут в разволочку, Медведи домой, Любимые медведи, 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 Медведи. Спасибо. Не знаю, вначале как-то не планировал петь, Потом подумал, Это так, как в авиации, Вот надо иногда повторить какое-то упражнение, Чтобы допускаться. Следующая песня вообще не мои стихи, Моя музыка, Я крайне редко пою. Помню, когда-то даже поспорил с одним товарищем, Он предложил, говорит, Анисимов, ты не выучишь эти стихи, Их очень много. Это Иосиф Александрович Бродский, Говорят, Нобелевская премия в области литературы, Мне иногда пишут в интернете, А вот можно присылать вам стихи, А вы напишите какую-нибудь песню, Я скромно отвечаю, Вы знаете, я вот... Набродского. Еще одна песня есть на стихи Шпаликова, Уж извините, Говорю, оба человека в мире ином, Как-то мало ли чего бы не вышло. Ну, песня, наверное, Несколько она такая пацифистская, Не знаю, я когда увидел... Набродского вообще очень много пишут, И причем, ну, могут и на одни и те же стихи, Это известные авторы, Это Берковский, Александр Мирзоян и в этом вот заведении Их нередко пели. Я ни разу не слышал музыкальное исполнение, Вот... Музыкальное прочтение, скажем, Этого стиха, Или стиха. Я когда его увидел, Почитал, Ну, почему-то сразу какая-то музыка появилась, Если это можно назвать музыкой, В первую очередь, конечно же, стихи. Письмо генералу Зетт. Война, ваша светлость, пустая игра. Сегодня удача, А завтра дыра. Генерал, наши карты дерьмо, я пас. Север вовсе не здесь, Но в полярном круге Экватор шире, Чем вошел он вас, Потому что фронт Генерал на юге, На таком расстоянии любой приказ Превращается на царевич В буги-буги. Генерал Ералаш Перерос в бардак, Бездорожье не даст Подвести резервы И сменить белье. Простыня наша, Так это, знаете, Действует Мне на нервы Никогда до сих пор, полагаю, Так Не был завержен Алтарь мини-рвы. Генерал, мы так долго сидим в грязи, Что король червей Загодя ликует, И кукушка безмолвствует, Упаси, впрочем, Нас услыхать, Как она кукует. Я считаю, Надо сказать, Мерси, Что противник Мне надо будет. Генерал, Валька, Душам нужны дела, Душа же известна, Чужды злорадства, И сюда нас, Думаю, За дела не страдали, Даже, Но жажда братства, Лучше в чужие Встрелать дела. Коли в своих нам Не разобраться. Генерал, И теперь у меня мандраж, Не пойму от чего, От стыда ли, От страха ли, От нехватки дам, Или просто блаш, Не помогает, Не врач, Не знаю, Горят того, Наверно, Что повар ваш, Не разбирают, Где соль, Где сахар, Генерал, Я боюсь, Мы зашли в тупик, Это месть, Пространство, Косой сожжение, Наши пики, Ржавеют, Наличие пик, Это еще не залог, Мишени, И не двинется тень, Наша, Дальше нас, Даже в загадный час, Генерал, Вы знаете, Я не трус, Тройте досье, Наведите справки, К пули я безразличен, Плюс, Я не боюсь, Ни врага, Ни ставки, Пусть мне прилетят, Бубновый туз, Между лопаток, Прошу отставки, Я не хочу умирать из-за двух или трех королей, Которых я вообще не видал в глаза, Тело не в шорох, Но в пыльных шторах, Впрочем, И жить за них тоже мне, Неохота вдвойне, Генерал, Мне все надоело, Мне скучен крестовый поход, Мне скучен вид застывших, В моем огне гор, Перелесков речных излучен, Плохо, Ежели мир вовне, Изучен тем, Кто внутри измучен, Генерал, Я не думаю, Что ряды ваши покинув, Я их ослаблю, В этом не будет большой беды, Я не солист, Но я чушь ансамблю, Вынув мучшдук из своей дуды, Жгу свой мундир, И ломаюсь саблей, Птиц не видать, Но они слышны, Снайпер, Томясь от духовной жажды, То ли приказ, То ли письмо жены, Сидя на ветке, Читает дважды, И берет от скуки художник наш Пушку На карандаш На карандаш Генерал, Только время оценит вас, Ваши канны, Флеши, Коррекогорты, В академиях будут Впадать в экстаз, Ваши баталии И нальтерморты, Будут служить, Служить расширению глаз, Взглядов на мир, И вообще аорты. Генерал, я вам должен сказать, Что вы вроде крылатого льва, При входе в некий подъезд, Ибо вас, увы, Не существует вообще В природе. Нет, не то, чтобы вы мертвы, Или же биты, Вас нет в колоде. Генерал, пусть меня дадут под суд, И я вас хочу ознакомить с делом, Сумма страданий дает абсурд, Пусть же абсурд управляет телом, И дымаячит его сосуд, Чем-то черным, Чем-то белым. Генерал, скажу вам еще одно, Генерал, я вовсел вас для ритмы, К слову умирал, Что было со мной одно, Бог до конца от зерна полову Не отделил и сейчас ее Употреблять Вранье. Ночь, Мои мысли полны одной, Женщиной чудной, Внутри профиль, То, что творится сейчас со мной, Ниже неба, Но превыше кровель. То, что творится со мной сейчас, Не оскорбляет, вот. Генерал, у вас нету, И речь моя обращена, Как обычно, ныне, В ту пустоту, чьи края, Края некой обширной, В глухой пустыне, Коей на кардах, Что вы и я Видеть могли, Даже нет, И в памяти. Генерал, если все-таки вы меня Слышите, значит, Пустыня прячет Некий оазис В себе маня, Всадника этим, А всадник, значит, Я, Я пришпориваю коня, Конь-генерал Никуда не скачет. Генерал, Воевавший всегда, Как лев, Я оставляю пятно На флаге. Генерал, Даже карточный домик Хлев! Я пишу вам рапорт, Преподаю фляги Для переживших Великий плев. Он же составляет Хлочок бумаги, Для переживших Великий плев. Жизнь оставляет Хлочок бумаги. Перекур! Аплодисменты! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова